Всем привет! Вы на канале Наша Жесть в Америке. My Life is My Life. Сегодня у нас распаковочный влог. А я не знаю, о чем он будет, потому что Сережа сказал, что это какой-то секрет. Сережа ведет секретные закупки. Ты секретный покупатель? Давай тогда я открою, ты все равно знаешь, что получается. Ты умеешь, осторожно не поешься. Короче, это первое. У нас будет две коробки. Я уже, честно говоря, помню что, но не помню в какой что не знаю. Но я догадываюсь, конечно. Сейчас будет очень интересная реакция этого молодого женщины. Выскочит что-нибудь. А я бы хотела какую-нибудь зверюшку. Зверюшку. Ну давай ты аккуратно открывай коробочку. В коробочке еще одна коробочка. Оригинально. Давай покажем, как это классно выглядит. Смотрите. Так прикольно написано на пакете. Обычно на Amazon просто в таких пакетах присылают. На нем написано made in chat. Ну кот, дай только посмотреть, что это такое. Не попорти коробочку внутри, потому что она может быть модная. Кот, я уже вообще заинтриграла. Ты интригала, кот. Это, кстати, для Маришки подарок. Что ты меня так балуешь, Сережа? Ты его ждала очень долго. Мы, наверное, год. Маришка год мне теребит, наверное, на мозги. Давай купим, давай купим. Тыц. Мама сделала тыц. Это звоночек. Мы должны... Ты что, уже видишь? Это Антоша играет в игру, но они не должны видеть кое-что. И мы их поэтому отправили. Новая машинка. И Маришка поддерживает игру. Ну ты рада, нет? Ну конечно я рада с этими старыми машинками. Так я тебе больше скажу. Ну давай я тут открою. Она что, беспроводная? Офигеть ты быстро все узнала! Как ты, прочитала что ли? Тут нарисов. Что тут нарисована? Хвостик. Хвостик. Короче. Ну да. Моя баба начинает разбираться в технологиях. Ничего страшного. Ну я посмотрю. Ну на, на. Это ж твой инструмент. Не понимаю. Ну тут все лишнее, короче. Так, ну это как и обычная документация. Прикольно. Товарищи китайцы присылают вот такую вот открыточку красивую. То, что в ней пишут, может Маришка потом нам перевезет, а то я без очков. Насадок мало. Насадок мало. Насадок мало. Насадок мало. Это, смотри, одна универсальная насадка. Бриться, стриться ей можно. Потом с ней идет, смотри. Вот такая вот еще одна поворотная насадка. Короче, тут все в одном. Ей можно и в носу брить, и за носом, и под носом. Вообще. И уши. А это за это еще. Вот смотри, это для бороды. Вот это вот ковырялка, носа, уха, ковырялка, подбревалка. Когда, знаете, волосы с головы начинают перелазить в нос. Я не помню, кто-то мне сказал, красивое такое было. С определенного возраста. Ну, ты уже с таким серьезным лицом. Давай ты как-то почитай инструкцию, что ли, хоть посмотри. Потом пришла. А, подожди, дай Филиану, дай Филиану, дай Филиану. А, вот что должно меняться. Я-то не понял. А, ну вот так вот как-то, короче, должно быть. Может, это не надо. Может, мы почитаем сначала? Давай, сначала разберемся. Ну, короче, вот такая вот классная маленькая. Я думал, честно говоря, что она будет больше. Потому что, ну, та, которая у нас старая, она реально шире в два раза, да? Ну да, гораздо шире. И как вот ты думаешь по весу? Тебе будет непривычно этой легкой работать, мне кажется. Мы все вещи очень сильно разбираем на вес. Потому что ты говорила, что Panasonic, помнишь, которым ты начала меня стричься? Как сказать, мы не разбираем, а определяем на вес, потому что я не всеми могу вещами работать. Немножко рука болит. Короче, зарядка. Зайд, или как это называется? Да, оденем, потом разберемся. А, здесь вот будет жидкокристаллический экранчик, который заряд показывает. Вот, смотри, какая модная штука. Короче, его можно вот так поставить. Правда, я не знаю. Скорее всего, она у нас будет лежать. Кстати, конечно, она не будет у нас стоять. Здесь зарядочка. И все, вот это вот так вот можно модненько пораскладывать, сюда позасовывать. Вот это вот бриться ей можно. Короче, такая универсальная машинка. Я, конечно, не знаю. Не знаю, не знаю. Мне кажется, знаешь, что вот эти зубья… Какие-то они маленькие. Узкого… Не-не-не, не маленькие. Захват. Узенький. Узенький захват. На той машинке пошире. Да? Или со старой машинкой. Ну, прикол, что она без провода. Ну, мне и провод не мешал, если честно. Ну, он только выдергивался и постоянно надо было сидеть под резеткой. Ну, ничего страшного сидел. Ну, мне нравится классно. Могу сказать на нее цену. Или ее цену. Сейчас открою. Ты что, нюхаешь? Нет, я смотрю. Нюхай, не бойся. Не воняет пластик, кстати? Да нет. Есть такой вот этот, как обычно, кубик USB-шный. Так. Машинка. Машинка стоила 41,99. Называется Headaker. Да, мне нравится, что она легкая. Что не тяжелая. Ну, конечно, потому что тяжело, что тяжело. И модный пакетик. Ну, хранить мы его в пакете не будем. Пакетик мы будем для чего-нибудь использовать. Мне нравится коробка, которая там сейчас лежит. Наша старая лежит. Это удобно. Да. А что со старой будем делать? Мы ее положим пока куда-нибудь. Да, и будем ее бережно хранить, Сереженька, 30 лет. Чтобы потом внукам опять выкинуть. Ну, вот такой вот, короче, гаджет. Ну-ка. Я довольна. Мне нравится. Мне не нравится то, что она беспроводная. Мне нравится. Мне нравится, потому что... Маринь, давай быстро посвяжемся. Ее нужно ставить... Так ее постригся, поставил на зарядку и кинул, убрал. А, перед этим заряжает? Да. И, по-моему, она... Ее можно мыть прямо под струей воды. Она... Вот это мне нравится. Потому что с нашей старой, конечно, это было не очень. И у нее есть вот такое немножко масла. Его надо докупать. В общем, со старой машиной что у нас получилось? Мы ее не смазывали в нужное время. И зубья у нее затупились. Затупились. И теперь... Ну, она стрижет. Но Маришка говорит, что она... Ну, себя она, допустим, стрижет. Сашеньку стрижет. У Сашки тоже такие волосы. Еще пока стрижет. Волосики мягенькие. А у Антоши у него уже... Не устрижет. Не устрижет. Вот. Поэтому, короче, вот этим маслом надо зубья хотя бы раз в месяц. Ну, короче, если стричься четыре раза в месяц, то раз в месяц надо смазывать. Это будет полезно. Ну, класс. Я довольна. Спасибо большое. Я доволен, что ты доволен. Мы долго к этому шли. И, наконец, пришли. Ну, и ситуация такая, что если вдруг что не так, то на Амазон ее всегда можно отправить назад и взять другую. Просто меня смущала немножко вот ширина этих зубов. Ну, посмотрим. Ширина в смысле захвата. Что там пишут? Они рады, что мы с ними бизнес ведем, покупаем. Дорогой кастомер. Спасибо. Так много. Ну, короче, это стандартное письмо. Вот такие дела. Так. И сейчас я должен посмотреть кое-что. И мы продолжим, потому что это еще не все. Так, значит, с этим всегда. Серьезно. Да. Я открываю вторую коробочку. Подожди, дай я сяду. Это тоже у меня? Все. Говорю, дай я сяду, она уже открывает. А это не тебе. Тогда мне неинтересно. Короче, у нас впереди паста. Мы будем делать детям небольшие подарки. И поэтому здесь приходит небольшой подарок для детей. Поэтому мы сейчас их прогнали наверх. И Маришка знает, что играет по этому периодически. Чтобы его игра не остановилась. Хм. 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 Что же там такое? Давай же скорее посмотрим. Робот. Как он, палец, который там живет. Еще что-то? На уши. Да, есть еще вот такая коробочка. Но я ее распакую в следующей распаковке. Это игрушку я себе купил. Поиграться. Так. Ну вот, давай рассказывай. Класс. Короче, как вы уже поняли по картинке, это конструкция. Конструктор. Класс. Это конструктор с солнечной батареей. Который будет ездить и заряжаться от солнца, от света и что-то там творить. А за это такого плана, как будто они ходили тогда на дополнительные темы? В прошлом году. Угу. Мы покупали детям Summer Camp. Он там, короче, летний ладий. Сколько они ходили? Неделю или две? Две недели. Стоил он дурных денег вообще 300 долларов. Начала эпидемия. Да, мы потом поняли, что мы немножко, наверное, погорячились. Ну, немножко, конечно, это было дороговато. И не совсем. Они обещали там программирование и конструирование, но по факту все свелось в игры на компьютере. Немножко их пытались там чему-то научить. А еще и компьютерам не всем хватало. Да. Поэтому как-то мы остались не очень там. Они собирали вот этих похожих роботов тоже с солнечными батареями и не только. И потом они должны были этих роботов программировать на компьютере. Ну, до этого так и не дошло. Ну, как-то все там так неорганизовано было. И, честно говоря, мы пожалели. Потому что деньги были не маленькие. Вот. Ну, ладно уж. Детям... Детям очень понравилось. Не понравилось нам, а детям понравилось. А детям офигенно понравилось. Поэтому мы, конечно... Как говорит Антоша, мне нравится и не нравится. Поэтому я и жалею, и не жалею, и не жалею, и жалею. И когда я... Главное, детям понравилось. Но мы считаем, что на ту сумму, на которую они... Наиграли. Нет. Ну, в общем, за 600 баксов можно было купить и конструктор, и компьютер. Ну, я не считала, что эти... Ну, это было здорово. Были свои минусы. Как Маришка сказала, не хватало компьютера. Но, тем не менее, все прошло, так сказать. Главное, что дети остались довольны. Да. Вот. И поэтому я, когда увидел вот этого Solar Robot Creation Kit... Еще громче крикни, чтобы вообще соседи пришли и спросили это. Вы шупи. Вот. Я решил, что надо взять. Потому что он очень похож на то, что они делали. И я надеюсь, что им понравится. А сейчас, в условиях карантина, когда мы сидим дома... Это, в общем, классная игрушка, классное занятие. Хотя еще хватает тех, которые не разыграли с Нового года все. Ну, это более забавно. Да. Но, тем не менее, да. Будет, я думаю... А, и вот это вся серия их, которые бывают, да? Ну, видимо, да. Я без очков слабо вижу, но, наверное... Маска, без пальца... Я не знаю, как они называются. Короче, к нему есть QR-коды всякие. Как он там может... Даже еще и к телефону как-то может подключаться. Я не знаю. Ну, в общем, разберемся. Я сильно... Я читал немножко, но уже это тоже было заказано давно. Было в карантине и бла-бла-бла. 190 деталей содержит. Нет. Ну, смотри... Это все, что можно собрать из него. Ты думаешь? Да. Я думаю, что да. А я думала, это его друзья. Нет. Ну... Колеса у него точно есть. И я видел там. И вот это вот все, наверное, из него можно сделать. Вот. Так что скоро будет распаковка с детьми. И они будут собирать... После Пасхи. Да, после Пасхи они будут собирать. И мы это увидим уже, что они там соберут. Вот такие дела. А на канале скоро будет распаковка вот таких вот наушников. Как модно говорить на... Вернее, как на Ютубе очень модные есть ролики. Убийцы AirPods. Вот. Но я не буду говорить, что это убийцы AirPods. Но по описанию очень классные, очень прикольные. Просто мои первые убийцы AirPods начали тормозить. Вот. Возможно, эти убийцы будут носить кто-нибудь из детей. Возможно, нет. У них будет немножко другие, потому что эти с резинками, вкладышами... А я хочу без резинок, потому что у Докторинки, например, ей... Они все время теряются. Нет. Они теряются. Она их не любит. Ей нравятся вот эти вот наушники, которые с айфоном идут. Они очень хорошо в детские уши ложатся. Вот. И поэтому я и возьму реплику AirPods. Вот. А эти и не себе играться. Или... Может, Антошка заберет. Или там будет видно. В общем, как-то так. А вы были на канале... Наши истории. New life is my life. И мы с вами не прощаемся, потому что мы в интернете. Вы в интернете. Нажимаете на кнопочку. И мы снова вместе. Ставьте колокольчик. Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok